Всем привет, вы на канале Данила Кулеша, перед вами привычный Final Cut. Вы думаете, что сейчас будем смотреть на какой-то плагин или учиться делать что-то ещё? В этом уроке этого всего не будет, это будет в следующем. Сегодня мы поговорим про, наверное, самое начало использования Final Cut. Сейчас поймёте, о чём я. Поехали! Столкнулся я с такой проблемой. У меня, как вы знаете, в прошлых уроках вот здесь в библиотеке была создана одна библиотека, которая называлась «Все видео», и в ней куча была вот этих вот самих ивентов. Ну, а в ней уже создавались проекты и хранились все файлы. Данная библиотека находилась у меня, как ни странно, на моём жёстком диске внешнем. Это у меня Backup Seagate Plus на 4 терабайта. Вот здесь у меня есть папочка Final Cut Pro X и здесь вот все проекты. Но я делал некоторые изменения в новой библиотеке, и данный проект сломался. То есть я даже вплоть до того, я думаю, по доку вы можете видеть, что я полностью переустанавливал операционную систему на своём Mac. И, кстати, рекомендую вам делать это раз в год, так как он работает намного быстрее после переустановки. Собственно, все проекты у меня накрылись, то есть всё, что было здесь, теперь я открыть не могу. После этого у меня появилась идея создать новый видеоурок, и сейчас поймёте какое. Значит, если вы хотите сделать видео, и, например, если вы не хотите сохранять проект, библиотеку и так далее, тогда всё просто, вы смонтировали библиотеку, вот таким вот образом нажали, закрыли, и всё нормально. В нашем случае нам необходимо зайти с другой стороны, нам нужно сохранять наши проекты. У меня есть несколько рубрик на канале, я планирую либо делать каждую библиотеку под каждое видео, либо библиотеку под рубрику. Со временем, я думаю, с этим разберёмся, но что нам нужно сделать? Нам необходимо нажать клавишу File, и далее нажать New, и нажать Library. После чего нам предложат назвать эту библиотеку и так далее. Рекомендую хранить её в двух копиях, если у вас нет жёсткого диска, то хранить её на компьютере, в двух разных местах, либо это делаете и на жёстком диске, и на компьютере. Я просто в двух местах буду хранить на жёстком диске. Создаём новую папку, то есть у меня есть папочка Final Cut Pro X проекты. В ней я создаю папку под названием TEST, чисто для того, чтобы протестировать, и нажимаю клавишу Save. Единственное, что вот здесь вот мы назовём... Вот как-то так, все проекты, и нажимаем Сохранить. Появляется у нас новая библиотека, в которой имеется Event. Event мы можем переименовать, ну, например, пусть это будет Logitech, да? Нет, Logitech, вот так, по-моему, пишется. Вот здесь Logitech, после чего мы по умолчанию клацаем правой клавиши, нажимаем Новый проект, выбираем те настройки, которые нам оптимальны, например, Full HD, 300 FPS, и пишем там, например, K400, да, допустим, там. Неважно, то есть создаётся наш проект, всё, мы здесь всё можем делать. Теперь, если нам необходимо закрыть данный проект, просто клацаем и нажимаем Close. Он закрылся. Но теперь мы можем перейти на наш с вами жёсткий диск, или перейти в компьютер, найти Final Cut Pro X, здесь зайти непосредственно в папку, которая у нас называется с вами Test, и здесь у нас будет вот такая штучка All Project. Мы её открываем, Final Cut её цепляет, и вы видите, здесь, если бы мы загрузили файл, то бы также появились наши файлы. Также по умолчанию можно нажать на вот эту библиотеку, и вот здесь вот нажать на вот эту самую первую кнопочку, и здесь указать конкретно, где вы хотите хранить эти все файлы, можно выбрать, и здесь уже непосредственно выбирать, например, Test, и вот здесь оно будет, то есть оно будет хранить не в папке Final Cut Project, а именно в папочке Test, для того, чтобы у вас всё это было намного удобнее. Ну и бэкапы можете сохранять, можете не сохранять, я лично сохраняю их опять же в папочку Test. То есть делаем вот таким вот образом, и нажимаем ОК, после чего мы можем не переживать за то, что наши файлы куда-то пропадут, и можем просто скопировать папочку Test. Как мы видим, всё у нас туда перенеслось, вот такая же вот все проекты, если добавим, то появится и вот Final Cut оптимизированная медиа, и оригинальная, всё появится в этой папке, после чего мы можем просто её скопировать, переместить в другое место, и таким же образом, например, отмонтажить данное видео на каком-то другом компьютере. Вот такой вот короткий урок, сделаю его чисто, потому что я с этим столкнулся, и считаю, что вам тоже организовать свои проекты нужно приблизительно каким-то таким образом. Ну, оценивайте данный ролик, я пошёл записывать всё дальше, обязательно ставьте лайки, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok